доброго времени суток дорогие друзья с вами чердак норбу кого-то денег вот в ночь как то утро кого-то вечер жизни страдания господина бранта продолжаются в эпоху падения блаженной империи аркнов у нас с вами прошло детство отрочество юности соответственно вступили мы во взрослую жизнь поэтому погнали там нас ждут куча куча событий самое так понимаю большая продолжительная глава ну погнали так продолжить 20 лет мир вступили на порог там куча событий нас вообще ожидает музыка классная кстати здесь первый день службы сегодня день начала твоей судейской службы ранним утром ты облачаешься в новый сюртук повязываешь на шее платок надеваешь шляпу приводишь себя в безукоризненный вид вдвоем с отцом вы отправляетесь в префектуру префектура с недавних пор расположилась в самом центре анизотти в новом массивном здании из белого песчаного камня сверху нависает скульптура каменный меч младшего символ божественного закона которому должен следовать закон земной ведь здесь решаются все судебные споры жители провинции высотом поднимаетесь по мрамору ступеням минуя толпящихся под колоннами просидели истцов мещан торговцев мелких дворян ну что сын вот здесь и начинается твоя служба империи я уже говорил тебе что ты вступаешь на пост в разгар большой борьбы на мой но мой тебе совет следу моему примеру и держи своего начальника господина эльборна он достойнейший человек к тому же уже почти родственник тебе нас отцом привязанность вы шагаете мимо залов для судебных заседаний поднимайтесь на второй этаж где расположены кабинеты и приемные судей в тесных коридорах пахнет старой бумагой отовсюду несутся приглушенные голоса стоят секретари и жандармы отец провожает тебя до конца коридора где расположен кабинет эльборна время представить как перед господином префектом чердак нор помни о дружбе наших семей постучав ты входишь кабинет просторный так кабинет просторный обшит дубом обставлен со вкусом но без показной роскоши на сине висит флаг провинции с древом за внушительным столом заваленным кипами бумаг погружил свои дела барон агюстин эльборн ты вспоминаешь как он изредка приходил в гости ваш дом с тех пор на его ли всегда средоточенном лице прибавилось морщин префект открывается отрывается от бумаг его лицо оживляется он встает подавая тебе руку агюстин эльборн плюс один равнодушие сторонник расширения свобод и прав для низкого сословия в принципе неплохо видимо мы с ним будем дружить молодой чердак нор бранд и приятно вновь вас видеть как вы возмужали пока были столице мне известно что вы хорошо провели себя в университете городу они зоти всей нашей провинции сейчас как никогда нужны достойные знающие сути набор пожалуй до службы в империи а зам судейского дела уже обучены но службы префектуры это не только умение разбираться в наших будем честны порой весьма запутанных противоречивых законах посмотрите вокруг провинция кипит от споров между сословиями между старыми и новыми дворянством разбогатевшими простолюдинами бедняками а нам с вами судим нужно управляться за всем этим кипящим котлом если мы будем во всем следовать древним традициям и привилегиям дворян пройдем в отчаянии простое сословие и задавим их надежды на свободы если явно станем на защиту простолюдинов вызови на себя гнев знати бран ты просу вас прошу вас быть осмотрительным мир провинции висит на волоске взвести к чему придет каждое ваше судебное решение прежде чем выносить вердикт но сперва вам нужно освоиться в новом месте начали сегодня же вас уже ждут первые тяжбы назначенные вам на разбирательство вступайте господин бранд и ваш кабинет уже готов кстати тут дело появилась у нас карьера да у нас четверочка смотрите и правосудие то есть это надо я так понимаю важные показания наслить за ними положение дела на той службе то насколько ты приблизился к целям за которые борешься на своем посту вот так вот а восстание кстати так или иначе все равно начнется только видимо зависит от того кто будет восставать бедняки или дворяне что ж на пусты окончены начинается служба ты узнаешь свой новый кабинет по медной табличке господин чердак норбранд и судья внутри тесновато но по-своему уютно крепкий стол с пищевыми принадлежностями большое резное кресло стулья для просителей утренний свет из окна путается в тяжелых шторах прикольно смотрите-ка даже меч не у стоит бутылочка печати бумаги прекрасно на столе уже ждут распоряжение постановление и прочие служебные бумаги ты уже было погружаешься в них когда раздается стук в дверь на пороге появляется щегольский одетый господин него массивная фигура нежно изящно сканяется в приветствии на нашим на начались все вот эти вот просители да 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 знаем и таких карло фольграбен опытный судья префектуры имеет влияние высшего общества живет на широкую ногу а он тоже судья господин бранд и поздравляю с начала службы мое имя судья карло фольграбен я и как вы скромный служитель закона позвольте выразить надежду что между нами становится прочная дружба ну скромным его явно не назовешь даже по физиономии ну ладно в знак будущей дружбы позволить себе сразу предостеречь вас от некоторых опасностей на вашем пути безусловно как верно слуга империи вы обязаны исполнять волю своего начальника господина эльборна однако не пренебрегайте остальными судьями это высшей степени достойные благородные люди и к ним важно прислушиваться на сразу такой намек кидая на типа ты там это знаю с кем дружить но это как будто типа в новый коллектив когда приходишь да и начинается вот это вот приглядывание если вам будет если вам будет угодно господин бранд и я помогу вам завести необходимое знакомство среди благородных судей вам будет на на кого опереться в вашем без сомнения славном пути на службы империи не смею вам более мешать но если вы готовы обзаветись ценными связями мой кабинет прямо на блюде вашего отклонивший судья фольк грабин исчезает за дверью ты остаешься за столом в одиночестве за окном поднимается жгучее солнце сегодня важный день нужно сделать свой первый шаг новой службе чему ты его посвятишь так приготовиться к первым делам завязать знакомство с судьями посоветоваться с отцом ну вот кстати смотрите я думаю что надо посоветоваться с отцом здесь я думаю ничего такого зазорного нету потому что как бы все таки первый день почему бы не посоветовать более отношения хорошие я не думаю что это запас сил нам потратит ты обращаешься к отцу чтобы лучше разобраться в делах префектуры больше узнать о его взглядах то есть мне кажется все таки мы как бы батя здесь как бы ничего такого плохого нам не сделать и я думаю что это хорошее решение ну здесь я думаю да конечно другие судьи могут сказать ой пришел папенький сынок такое может или это произойти как один из негативных вариантов но опять же я думаю что все таки ну как бы пришел первый день как бы там почему бы нет не посоветовался более отец тоже судья ну мне кажется здесь совершенно логично и нормальное решение ну давай попробуем зря что ли качали при привязанность ты в одиночестве как карпич над бумагами и предстоящими делами но вскоре вспоминаю что со всеми рядом комет твоего отца еще в школьный год он помогал тебе осваивать премудрости императорского права почему бы сейчас не воспользоваться его опытом и оставлениями ты это вига жди в сторону и выходишь за дверь отец стоит у окна своего кабинета в глубокой задумчивости в руках письмо с герцовской печатью обернувшись он хлопает тебя по плечу расспрашивает о встрече с господином эльборном ты просишь его дать совет и рассказать больше о положении дел в префектуре вот это правильно вот это молодец сын будь осторожен господин эльборн пока присматривается к тебе но его можно понять из-за своих взглядов префект в шатком положении он может опереться лишь на несколько судей которые твердо стоят на его стороне я из их числа но даже я не стану рисковать благополучиям семьи навлекать на нас гнев вышестоящих большинство судей сейчас решают любой спор между дворянином и простолюбином даже зажиточным в пользу дворянина какими бы ни были обстоятельства дела о правосудии тут речи не идет и только если тяжба идет между двумя людьми простого сословия судяста станут руководствоваться законами господин эльборн хочет шаг за шагом изменить это он стремится установить власть имперского закона над всеми сословиями в равной степени но на этом пути у него множество врагов начиная с герцога меланида и верного ему военачальника от заканчивая нашими же коллегами судьями сейчас за эльборном стоит поддержка гая темпеста но наместник может отвернуться от префекта в любой момент мой тебе совет соблюдай осторожность не навлекай на себя ярость других судей но по мере сил помогая эльборну распространять власть закона на дворян не забывай что твоих приговоров зависит не только продвижение по службе любое неосторожное решение может привести нас копали кстати мудрое решение я вот примерно об этом же и думал как бы в принципе да очень осторожно так как мы и до этого принципе себя старались вести там к этой как ее там это ольга не органе ольга который вот это вот с глазами которые с магами как ее зовут я забыл где на тут семья вот отношения как ее зовут софья которая до сумасшедшая которая как бы мы все время действовали осторожно поэтому как бы я считаю мудрый очень совет от отца прямо не мам молодец хорошо что ты пришел ко мне за советом прежде чем начал уносить первые верни вердикты уверен что ты справишься с любыми испытаниями не зря ведь наша семья готовила тебя к этому пути самого детства вот здесь вот прямо идеально все сделали молодец вы беседуете дальше отец делится своим опытом как ему порой удается принимать справедливые решения межсословных спорах не подвергая при этом сомнению привилегии дворян просто люди на не верят своему счастью когда их жалобы на дворян хотя бы чуть частично удовлетворяется багряные закатные лучи пронизывают отцовский кабинет тень на исходе когда вы вместе идете по коридору другие судьи провожают вас многозначительными взглядами среди них и твой новый знакомый господин фольграбин вот и жук хитрожопый доброго вечера господин брэнт и отрадно видеть такое согласие в семье очевидно разрешать его вы также будете одинаково но уже с издевкой да смотри уже с издевка вот скотина юноша зря вы все-таки пренебрегаете моим положением не стоило бы вам все же держаться за отца полагая вы уже не маленький мальчик но разумеется решать его начал до скотина такая у по нифига себе карьера кстати в бину сразу улетела до борьба за правосудие вышла фольграбин вежливо раскланивается на прощание отец даже отвечает ему сдержанным поклоном не выдавая чувств уступение префектуры вас ждет карета первый день на службе подошел концу пора возвращаться домой дипломатия плюс один нифига себе интересные навыки год 1138 ты приступил к службы в префектуре магры прием в доме бранты следующим вечером ты возвращаешься домой после небольшой прогулки по городу едва ты успеваешь приступить порог как на встречу те выходит стефан и зовет разговор в отцовский кабинет вы застаете отца закипай писем которые он размашиста подписывает одно за другим сын у нас со степаном те важный разговор пока это был в столице наша семья подала на месте к упрошения о дворянстве меча в нашем роду уже есть благородная кровь в третьем поколении мы имеем право на потомственное дворянство еще ваш дед начал добиваться дворянство меча как только родился стефан его теперь мы на пути к этому чтобы наконец стать эль бранты если на месте гай темпест и знать провинции сочтут нас достойными то нам будет дарован потомственный титул все дворяне рода бранта стал благородными навсегда как и их потомки мы с отцом прикладываем все силы чтобы поддержать положение семьи но мы достигнем цели только если облик нашего рода в глазах бокового общества будет безупречен знать будет слить за каждым нашим поступком плюс 2 короче сейчас видимо с сестрой будет да я сестру не не брошу отец кладет руку тебя на плечо теперь это и твое дело от него зависит будущее семьи нам нужно достойной репутации и достаток на это влияет каждый кто носит фамилию бранты помни об этом чердак нор делая каждый свой шаг нам нужно показывать себя перед высоким обществом а не зотти скоро устроим дома прием для знать и ты тоже должен поддержать честь семьи брат расскажешь гостям новости из этерны представишься о выгодном свете всю неделю семья во главе со стефаном охвачена приготовлениями к большому приему дома обрастает украшениями и новой посудой на кухне круглыми сутками готовит угощение на салфетках перевы что дубовая ветвь цепях герб семьи бранты только глория пренебрегает общим делом накиды бы накиды моей не было бы на этом лицемерном сборище но я не хочу подводить господина роберта только ради этого и останусь дома эти светские мероприятия конечно тоже наступает вечер приема дом наполняется чинные разговоры и звон бокалов среди гостей собралось немало знатных и влиятельных господ отец и стефан и лавируют между ними стремятся уделить внимание каждому молодой чердак но рад вас видеть расскажите как прошли ваши годы в столице ты обмениваешься вежливостями свыка поставлены родственникам тем временем глори и матушка скромно сидят на диване у стены не привлекая к себе внимание ни отец ни старший брат не стали представлять их высоким гостям только один из гостей молодой дворедин меча жозе эль пилетти весь вечер завороженно глядит на глорию сестра в недоумение твои глаза ухты плюс так молодой дворедин меча из магры отпрыг старого и влятиного рода прошел обучение в имперском университете госпожа глория а вы подлинное украшение вечера какая смелость вашем облике я не видел такого даже в столице зачесалось у него просто когда ты проходишь мимо до тебя доносится быстрый шепот глории чердак нор прошу поговори со мной о чем-нибудь этот господин эль пилетти за мной всюду следует мне так не по себе чем я что ему до меня я же безродная простолюдинка пойдем вместе в другой конец зала хотя среди этих благородных господ мне все равно не затеряться гляди к этот живописец дюранты интересно что он делает так далеко от столицы вот был написал семейный портрет запечатлен на холсте чтобы все же одна семья с бокалом в руке ты оглядываешь переполненную гостиную пора решить что ты на что ты потратишь этот вечер прикиньте у меня вообще ничего недоступного офигеть то есть у меня из четырех решений я не могу не поделиться вестями из столицы не заказать семейный портрет потому что меня не хватает манипуляции и и красноречия представляете и рассказать о победе на турнире но такой так как бы прикольно принципе то есть я своими прошлыми выборами сделал сегодня выбор представить мать и сестру ты подхватываешь под руки мать и сестру и выходишь вместе с ними на середину зала просишь у гостей минуту внимания вот хозяйки сегодняшнего вечера лидия бранд и супруга господина роберта их дочь глобия гости в замешательстве склоняют головы матушка с трудом избе избегает в ответном поклоне пока горе поддерживает ее за плечи почтенные гости принимать вас в этом доме большая честь для нас хоть и не все мы благородного происхождения семья бранд и всегда будет стараться быть для вас достойными хозяевами вот зачем сразу говорит ну это у страдать понятно опешивший отец подходит к матушке берет ее за руку ты велишь играть музыку отцу ничего не остается как повести супругу в танце гости признительно перешептываются но все же соблюдают приличие и присоединяются к танцам к тебе подлетает раздеванный степи что ты себе позволяешь ты уже не ребенок чердак нор зачем ты обращаешь внимание знать и на то что в нашей семье по-прежнему полно простолюдинов ты парируешь такова семья бранд и если стефан так печется о семье то нужно признавать существование лиги и глории и натана они пытаются спрятать их от всего света стефан в расстроенных чувствах отходит гостям отец и мать же медленно кружаться в танцы болезнь лишила мать прежней грации но отец осторожно придерживает ее будто неся вслед за собой в горе заворуженность за заворуженно следит за ними ты не побоялся чердак нор пусть все видят что нас что наша семья это не только наше титул и положение мы еще и люди отец матушка наконец заканчивают танец и возвращаются к вам мать ласково обнимает тебя и глорию ты замечательно придумал сынок ноги 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 меня подводят но я так давно не танцевал с робертом так с горе и мы подняли отношения вечер окончен оставшиеся дни вы до поздней ночи обсуждаете как дальше пойдут дела семьи со стефаном бранд то минус так репутация запятная честь честь семьи положение высшем свете влияет на отношениях до ска общество кажется мне так у меня получается единство семьи повысилась разногласия но скоро уже будет спокойствие то есть надо еще маленько понять а вот репутация упала надо все-таки повысить ее у по запас сил мы смотри-ка готов ко всему у меня еще ни разу не было такого запаса сил большого но это меня радует интересный выбор последние несколько месяцев доме бранд и неспокойно пока отец пропадает поездка по провинции по судебным делам неприязнь между стефаном и горе перестают настоящую вражду старший брат на правах наследника раз за разом пытается поставить сестру на место чтобы та вела как ей положено по сословию горе отказывается признавать его власть их ссоры ежедневно сотрясают дом вернувшись из очередной поездки отец собирает стефана глорию натана и тебя в своем кабинете хмурый вид отца предвещает что разговор будет трудным стефан с вызовом смотрит на родителя горе заранее готова вспылить и убежать натан тихо встает в стороне дети наша семья уже так давно добивалась дворянство меча каждый дворянин из рода бранд и обретет потомственный титул таков завет вашего деда гория громко вздыхает господин роберт тогда что здесь делаю я и то верно здесь должны остаться только бранд и сперва дослушай меня стефан сперва дослушай меня стефан голова семьи все еще я если так печешься о честь и правил уважение к отцу что поделать не все из нас дворяне но сейчас как никак нам важно единство мы должны вместе позаботиться о репутации достатки семьи а ты стефан без конца унижаешь глорию отец я лишь пытаюсь поставить ее на место ты же прекрасно помнишь чем грозит любое внимание глории за каждым нашим шагом следят знать заклеймит наш рот позора на всю жизнь если вновь вспомнит о грязном происхождении глории и твоем безрассудном браке с лидией отец благогравеет но с огромным трудом удерживает себя в руках это так дед столько сил положу на то чтобы исправить твои ошибки прошу отец и совершай их заново голос подает глория я лишь пытаюсь жить господин роберт оставь он хочет засунуть меня в клетку чтобы никто меня ни на рукам не увидел дело вовсе не в этом ты родилась простолюдинкой но не принимаешь свою дел творить что тебе заблагорассудится вечно недовольна порядком вещей отец ты знаешь что она в нарушении всех запретов продолжает писать стихи для тебя любой кто тебе перечит бунтовщик когда ты поймешь что не тебе нельзя спорить с дворянином я наследник семьи мое слово для тебя должно быть законом отец багровеет и бьет кулаком пустову редко его можно увидеть в гневе и старший брат и сестра моментально замолкают на там страхе забивается самый угол помолчите оба пусть лучше скажет чердак нор он соблюдал он наблюдал за вашими сколками со стороны ему виднее кто из вас прав так обратиться к на там я не могу отправить глория валуна так а кто такая валуна подожди валуна это город самым большим монастырем провинции магра валунский монастырь был заложен через окончательное объединение всех земель империи местные монахи свалят во всю империю своим искусством врачевания интересно но это очень важное решение я так понимаю как бы оба эти решения получается получается оба этих решения вызовут вражду одного из участников честно честно как бы я не знаю принципе можно понять и стефана да но можно как бы там понять можно понять и глорию и как в принципе я глорию больше понимаю чем стефана но просто как бы топорно выбрать сейчас глорию или стефана это ну вражду в нашу семью внесет потому что семья то у нас как бы где у нас отношение это семьи так это только томас а это друг наш не фигалку взрослый стал ты прикинь так где у меня там семья то и и единство получается упадет но опять же опять же я не совсем понимаю почему мы отправляем ее в волону потому что как бы абы до этого а в волоне ничего не было то есть требуется одно из условий богатство сейчас 5 глория а типа и и отдохнуть отправить ты уговариваешь горю отдохнуть подальше от стефана это погасит их вражду опять же глория скорее всего наверное возмутиться этому решению не хочется не смотреть какие там меня ожидают скажем так вот события потому что это повлияет на мой выбор типа вот можно богатство мать выздоровела то есть тут всякие то есть как бы тут тоже тут на самом деле очень много интересных моментов которые я и я не знаю как на самом деле к ним прийти тоже вот видите есть решение что глория из рода бранта то есть ее можно примирить она при принято в рот и становится полноправным членом бранты как это сделать хотелось бы и на самом деле сделать бы но как этим как как этого можно добиться отправить глорию валону защитить горю поддержать стефана стефана поддерживать не хочется вот ну как бы хотя можно его тоже точку зрения понять но не хочется между двух огней до хорошее название головы я просто думаю что отправить глорию валону это не решение проблемы это просто ее отсрачиваем ну от отсрочку даем поэтому я наверное выберу защитить глорию все таки она сестра мы и мы поклялись что она будет нашей сестрой всегда поэтому давайте принимать тяжелое решение точнее не совсем ты резко ты резко разворачиваешь их стефану указываешь на него пальцем зачем пальца то указать ну спокойно поговорить неудивительно что глория отчаянно защищает себя ведь стефан постоянно травит и порицает сестру если старший брат прекратит душить любые порывы глории то она и не будет так сопротивляться мы все-таки семья а не звериная стая где сильно властуют над слабым ты обвиняешь ее выход как ты обвиняешь в ее выход как меня чердак нор когда я не жалел себя заботишься об имени нашей семьи это возмутительно отец неужели ты послушаешь его пока по багровейше стефан сжимает кулаки отец поднимается с места хмуро глядя на старшего сына чердак нор прав стефан ты перешел границы я принял глорию в этот дом значит ты сын должен уважать ее и считаться с ней происхождение не дают тебе права тогда давить на сестру стефан бешенстве влетает из кабинета дверью говоря не скрывает радости от вашей с отцом отповеди брату маленький тиран пусть знает что у них что и у ин и на него управа найдется надеюсь теперь он оставит меня в покое равнодушие ну ладно со стефаном как нибудь мы потом поднимем отношения равнодушие 0 1 вскоре дворянском обществе они зоти начинают ходить слухи что ты строишь интриги против стефана законного наследника семьи не сложно догадаться кто распространил эти слухи город теперь знает в семье брант и дела не ладно понятно репутация запятная честь вот блин земельный спор знойное утро застает тебя на службе ты начинаешь привыкать к новой должности к должности и обязанности порой к тебе заходит отец чтобы узнать о твоих делах и помочь советам а наклон уже убедился что справляешься с работой сам сегодня тебе предстоит первое разбирательство поручено префектом сидя за рабочим столом ты изучаешь обстоятельства дела на бумаге суть проста дворянин из небогатого рода эль-авил во много лет был вынужден сдавать часть своей земли зажиточному мещанину по имени базиль юнг так много лет был вынужден сдавать часть своей земли простолюдин исправно платил положенную ренту срок аренды истекает еще не скоро и тут эль-авилла подает иск он хочет прогнать юнга со своей земли потому что тот выстрел на ней красильню так интересный спор по договору у мещанина юнга есть право возводить на земле любые постройки анагадворин считает что земля принадлежит только ему значит ему и решать что он не может стоять базе юнг же отказывается уходить земли так как срок договора не истек обе стороны должны явиться в префектуру за разрешением тяжбы первым в том кабинете появляется истец господин эль-авилла этот стареющий но не по годам ярко одетый дворянин он уверенно входит занимать стул перед тобой вслед за ним заходит базе юнг коряжистый мужчина с густой бородой в старом сюртуке сжимая в крепких руках шляпу простолюдин встает у твоего стола и покорно склоняет голову тем временем слово берет эль-авилла господин судья я требую чтобы вы прогнали просто люди на юнга с моих земель я не потерплю в своих владениях эту шумную грязную уродливую красивую моя семья и так много лет терпит склады немытых работников рядом со своим имением но теперь это превратилось в настоящий позор для нас если красили не будете сена решением суда я и то тогда я густов эль-авилла сам возьмусь за дело ты успокаиваешь господина эль-авилла и даешь слово простолюдину базе юнг отвечает хрипом основательным голосом господин судья я постройку этой красильни вложил все до последнего гроша договор же ясно гласит что пока земля у меня в найме можно позволить любые постройки вначале господин эль-авилла вовсе не возражал а теперь требует взять и снести красильню и разорить мою семью не бывает этому господин эль-авилла в ответ кричит и возмущается обманом хитрого простолюдина бородатый базилинг упорно оправдывается и тычет толстым пальцем договор полуденное солнце нещадно плавит воздух тебе предстоит разрешить твою первую тяжбу у меня дипломатии да вообще не хватает потребовать взятку вообще не хватает найти так ну получается защитить права юнга исполнить требования эль-авилла смотрите ну как бы по идее по идее когда он же получается строил эту красильную не одномоментно и он как хозяин земли в принципе должен был знать изначально что собирается делать его этот как его арендатор соответственно если бы он нормально следил бы за своей то что он как право собственник он обладает правом собственности вводить пользоваться и распоряжаться бесспорно он обладает но он также имеет право станут стандартном договоре и приходить и проверять как эта земля как ее эксплуатация происходит ну не только земле вообще имущество и таким образом таким образом он мог еще это красиво не за один день построилась его мог понимать и он как нам в рамках это так сказать судебного тяжба дали разъяснение что по идее то он поначалу не возражал то есть действительно человек пришел в группе свои инвестиции построил красильню вложился а теперь ему говорит убирайся но так дело не ведется ты тогда сразу должен был как-то все это обыграть как-то либо внести изменения вот узаконить расторжение до сделать вот то есть как бы а так право юнка надо защитить потому что звезды не виноват сто процентов то есть как бы это просто злоупротребление правом идет то он да он имеет право распряжаться землей но ты сдал в аренду ты на этом зарабатываешь вообще-то бабки он терпит там на то что он там терпит и сдержки по поводу там немытых работников ты сам сдал ее в аренду ты сам эль авила сдал ее в аренду терпит и бабки за это гребешь поэтому защитить права юнга и он же это да ты выносишь свое решение договор ясно гласит что семья эль авила передает свою землю базили юнг в аренду до 1150 года нифига себе 38 года ему терпеть с правом возводить любые постройки базили юнг добропорядочно пользовался землей следовательно выгонять его земли сносить красильную закон запрещает как вы смеете это моя земля я вправе делать на ней все что угодно хочу сдаю в аренду хочу забираю обратно и жалкие бумажки мне не указ если вы господин судья не способны решили за него миром то я сам просто спалю эту проклятую красильню вот гад ты отвечаешь что если имущество юнга пострадает то эль авила должен будет возместить простолюдину в силу убытки уплатить штраф в имперскую казну закон империи это власть императора и дворянин обязан подчиняться ему точно так же как и люди простого сословия ты дипломатичен но настойчив дворянина приходится отступить побелевший от гнева эль авила сквозь зубы прощается и уходит примерно благодарен за справедливый приговор господин брандт и уж не надеялся что вы их прям защите мое право теперь дайте воскресенье по и пойдут в гору порядок порядок ушел а достаток в агры вышел вот так вот ну кстати кстати еще видишь и достаток тоже другие судьи быстро прослышали о твоем вердикте большинство из них не стали бы даже слушать оправдание простолюдина своим первым же делом ты наделал шума на всю префектуру но ты не стал считаться с привилегиями и заставил дворянина соблюсь соблюсти договор и буквы закона опасный знак для знатных господ ничего подобного все нормально карьера опасное положение правосудие плюс один борьба за правосудие ой трудно нам будет ну что поделать змеи и лестницы это событие вызвано твоими предыдущими поступками условия выполнены карьера минус 2 точнее минус 2 что и что это происходит а это получается глава такая под под глава до открылась вообще короче прикольно так где это получается судьба где-то у меня тут открылась это это все она тут день а ночь змей подожди нет пока этого нету а это пока какая-то под какая-то глава открылась до типа или аначе пока нет ни 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 отразилось здесь провинция такой темпос патриарх кости кстати тут тут и кстати мечтал провинция гай темпест младший брат императора у утра второго назначен доместником императора в провинцию магра придерживается более умеренных взглядов чем его старший брат корнели считает что под натиском перемен важнее всего сохранить саму империю тебя какая иллюстрация патриарх кости магра известен как борис учением новой веры принял сан в провинции после гибели фомы отец касси добивался уложений любви старого верного народа нет сомнений что новом конклаве кассия вновь избрут патриархом понятно церковь минус 2 борьба за власть есть достаток магрый хороший порядок недовольство ясно карьера опасное положение правосудие шестерка ясно да интересные дела тут творятся змеи и лестницы вести о твоем последнем поступке быстро расходится по низу за годы на посту судьи ты нажил немало врагов и теперь они дождались момента для удара карьера висит на волоске то есть это такой ивен запустился да то есть мне то получается сколько лет там лишь получается я за годом не только 20 лет а только первый год работаю то есть тут как бы глава судя по названию то есть это могу случиться рандомно в любой ситуации когда бы я опустилась бы моя получается дело то опасное положение да 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 то есть и так как это случилось сразу поэтому это глава и вылетела чтобы просто оставаться своем кресле тебе приходится каждый защищаться от нападок доносов и кляус осторожно стук в дверь прерывает вы размышления в кабинет чинно всплывает массивная фигура судьи карва фон граббена но мне этот тип сразу не понравился даже по морде его бренд и мы так редко венимся последнее время решил вас навестить самыми дружескими нами отовсюду слышишь тоже дела обстоят не лучшим образом вот и я задумался как-то человек ваших талантов макроссуле чуть ли не совсем высшим светом они зотти наверное просто заблудились ничего я покажу вам путина это вот такая ловко типа я щас вам руку вы там потом будете мне обязаны целовать многие судьи видят вас угрозу считают что своими дерзкими приговорами вы ставите под удар всю префектуру возьмем хотя бы последнее дело с вашим участием его исход возмутил всю городскую знать но я-то знаю что вы не таков покажите остальным чтобы заботить о судьбе коллег и вашего ведомства чердак но послушайте мой совет не забывайте что роботосудить сохранять закон и порядок внутри сословий а не на а не рушить его признаете свою неправоту и пересмотрите хотя бы несколько прошлых решений в пользу дворян сделайте это и уверяю что общество вновь увидит вас достойного дворянина и разумного судью не уподобляйтесь вашему префекту вы же знаете как я уважаю эльборна но между нами он на каю пропасти и тянет вас за собой обещаю что подумай обещаете что подумаете о моих словах бренды я пикусь лишь о вашем благе мне не безразлична карьера с той многообещающего судей как вы лицемер у лицемер у лицемер фок грабина раскланивается и также безумно покидает кабинет ты в задумчивости ты в задумчивости рассматриваешь бумаги с недавними делами именно они расстроили высший свет против тебя козни врагов не дадут ей спокойно работать придется искать выход из положения мне кажется знаешь здесь короче мои какие-то прошлые события сделали так что у меня карьера была изначально на очень маленьком про прокачки всего три и соответственно соответственно этот ивен запустился сразу же после первого же моего же решения и как бы вот скажем так и скажем так ну как скажем и получается получается тут всего то делаю вынесли уже такой гнев типа на нас лап отменить приговоры я не буду отменить приговоры это я бить бесхребетные как бы тряпка это как бы не нельзя делать либо продолжить борьбу просить о защите чести это как бы дипломатию надо иметь покровительство властей гай темпеста надо иметь либо обратиться к отцу но опять же к отцу все время обращаться тоже как-то вот ну не с руки опять же мы семья и как бы наш долг защищать честь семьи не знаю даже опять же над наломать дров продолжить борьбу отец скажет что-то типа это не знаю вот здесь вот как раз таки я не знаю к отцу обращаться не обращаться как бы не знаю чем не отец скажет но и чем не скажет от меня приговоры но это опять же нет тряпочное решение абсолютно тряпочное продолжить борьбу не знаю к чему это приведет опять же покажет мой характер опять же чё я докажу карьера еще упадет правосудие возрастет ну вот не знаю репутация упадет по какой-нибудь единство не знаю честно такие сложные выборы здесь пошли выборы которые так сказать непонятно к чему так сказать приведут всякие тут будут очень много рандомности очень много событий слога у меня запас сил двадцатка готов ко всему не давайте я к отцу не буду обращаться продолжим борьбу как только форгарапина исчезает за дверью ты убираешь старые дела в ящики и присматривал и принимаешь за работу тебя ждут новые иски тяжбы жалобы выбор давно сделан ты не намерен не отступать не идти на сделки совестью правосудие нужно защищать если не ты так тоже согласен последствия заставляют себя долго ждать на тебя обрушивается целого вина жалобы кляус видные представители знать и будет отель борно чтобы тебя с позором решили судейского кресла префект встает на твою стащиту но долго под таким натиском не продержится даже он другие судьи вовсе избегают избегают тебя как чумы встретив тебя в коридоре кара форган лишь сокрушительно качать головой проходит мимо мой карьеры вообще в минус 1 ушла да а смысле 1 1 осталось опасное положение за право занимать пост приходится бороться ты отправляешь на службу как на битву и скажем днем кольцо неприятие сужается вокруг тебя скоро не перейдут в атаку тогда придется дать им последний бой доблесть поднялась не неожиданно до подняли нам продолжить не больше никаких до эффектов хорошо но это мой выбор год 1139 21 год держимся держимся на месте против герцога 1139 год уже третий год власть на провинции магра расколоттанантная новый на месте провинции гай темпес никак не может укоротить своего на равные нравы герцога так тарквиния меланида герцог так и не смирился с потерей должности имперского наместника и упорно продолжает считать себя верховным правителем провинции на его стороне остается больше чем старой знати верное древним вассальным клятвам гай темпес прилюдно обратился к герцогу с требованием признать законную власть наместника я голос и воля императора утера второго провинции магра герцог меланит какими бы землями и титулами не обладал обязан исполнять волю и распоряжение своего государя я протягиваю руку в знак примирения пусть герцог смирит с нрав и дальше владеет своими землями и титулами герцогу достаивает наместника дерзким ответом земля маграя испокон веков принадлежала роду меланитов мы часть империи верные слуги императора но посягательство свое искомное право наш род не потерпит еще никогда герцога не лишали права представлять имперскую власть собственной провинции помните господин наместник кому из нас приносят клятву верности благороднейшие из дворян магры ни герцог ни наместник не желают уступить но оба слишком влиятельны чтобы в одночасье избавиться от противника вражда между двумя аркнами затягивается теперь ее жертвами все чаще становятся простые люди герцог меланит утратив право собирать налог решил обложить жителей дегардов и деревень макры новой податью теперь простолюдины обязаны выплачивать налог сперва наместнику а затем герцогу народ магры стонет от гнета сразу двух податей многие наотрез отказываются платить второй сбор называя его беззаконным но имперский легион по главе с молодым военачальником дори оптоном безжалостно отбирает у крестьян и горожан все что причитается герцогу ёшки матрёшки ну да беззакония растет достаток упал порядок упал власть борьба за власть поднялась подарок семье последний год стал для вашей семьи испытания заботы о будущем дворянство меча пристальное внимание городской знати расправа между стефаном распри между стефаном и глорией сегодня вечером озабоченный отец собирает всю семью за столом во дворе докорает закат дует легкий ветер однако вместо ужина на воздухе его ждет семейный совет посреди стола лежит раскрытая золоченая шкатулка внутри виднеется целая россия драгоценностей семья сам герцог миланит почти у нас подарком вот уж неожиданность я решил что все имеют право об этом знать отец разворачивает приложение к шкатулке письмо господин роберт брэнте дарую эту шкатулку вам и вашей семье в знак заботы о подданных своей провинции примите дар и помните кому должны быть верны истинные дворяне магры герцог магрийский так винни из рода миланитов подкупает подкупает всех семья изумленно разглядывает драгоценности сверкающий в уходящем солнце все это стоит немалых денег но герцог прекрасно знает что я на стороне префекта эльборна и наместника гая темпеста неужели он думаешь нашу преданность может так беззастенчиво купить с другой стороны герцог ничего от нас не требует а семейная казна сейчас несет большие расходы отец никто не принуждает нас встать на сторону миланита да и кто мы такие по сравнению с герцогом нельзя гневить его и отвергать дар а драгоценности нам очень кстати такими не стыдно поделиться с лучшими семьи семьями они зотти они продолжат нам дорогу к дворянству меча матушка сокрушенно качает головой ох роберт чувствует подарок не доведет нас до добра должно быть я лезу не в свое дело но все же не хочу чтобы наша семья оказалась должниками герцога еще бы принимать дары от миланида да он прославится только тем что углетает простолюдина приобдирая деревни своими податями дочиста это уже не тебе решать глория это дело чести и семейной репутации оброшу не сдать и снова пусть чердак но расскажет что делать этим подарком а чё я то же время говорю ну отец же есть батя глава семьи пускай батя принимает решение почему я почему я раздать знать и дипломатии не хватает стэфан братья бронда не хватает отвергнуть подарок подарить только цены продать ой да чушь делать то чушь делать то чушь делать то чушь делать то какие там события нас ждут где там у нас судьба дворянство меча но у нас богатство нужно кстати а где у нас богатство отмечания богатство где-то было отмечено я видел запасе вы это мои личные дела а вот богатство средний достаток да то есть у вас про процветания у нас нету то есть я сейчас откажусь скорее всего богатство у нас упадет даже не знаю сложные выборы очень сложно но мы как-то по идее же жили как бы и без богатства без без этого да то есть как бы и по идее надо кстати репутацию как-то все это вот подымать ё-моё сколько всего у нас клеймо позора еще можем получить мир в семье офигеть разорение можем получить здесь прямо вообще у нас столько выборов столько вообще дохрена всяких делов как лучше поступить непонятно тут надо запас силы иметь мир в семье надо единство иметь и сплотить семью гурия помолвлена глори сговор стейфан брандт сговор ну и непонятно вообще чё делать опять же отвергнуть подарок это накликать на себя гнев вот этого какого-то герцога меланида статус равнодушия гай темпест арк то есть дайте как бы непонятно чё делать капитан лената дворим маленькие дворянин мантии а есть кстати здесь еще тоже просто людинка есть опять же надо осторожно действовать надо продать драгоценности я думаю раздать продать мы этим с мы же заботимся все я семье этот пилс пошел нахер слабишь ты ты наставишь драгоценности герцога отвергать не стоит но их не следует и раздаривать ваша казна нуждается пополнение а ведь достаток семьи ничуть не менее важен у казах общества чем дворянская репутация эх чердак нор деньги приходят и уходят а честь семьи остается навсегда укорил еще меня да ты возражаешь что это вовсе не так только на твоем веку ты уже оказываешься в немилости поднимаешься обратно в глазах знать и репутация другой семьи разменная монета неужели нет ничего важнее казны и репутации герцог меланит злодеи каких мало нашей семье нужно держаться него подальше горе остынь я согласен с тем что сказал чердак нор да будет так напишу герцогу ответ снижающим благодарностью но твердо скажу что и что сторон при этом не меняют я по-прежнему служу префекту и наместник а ты чердак нор займись казной ты немедленно забираешь шкатулку идешь делать опись подарены драгоценностей матушка горе и нато провожать тебя огорченными взглядами так разногласия опять опустились богатство плюс 2 ты легко выручаешь за проданные драгоценности немалую сумму благодаря тебе семейная казна теперь еще долго не скуднеет ну ладно ну хотя бы там с этими у нас не ухудшились отношения не с не с нато нам не с матушкой с глорией так что конечно они не поймут ну ладно чё поделать чё поделать что же давайте на этом закончим второй год на службе начнем со следующей серии интересные выборы очень шикарный игрух прям прям очень классно не знаю я прям получаю огромное удовольствие играю в нее так что давайте будем продолжать следующий раз все подписывайтесь комментируйте ставьте лайки мне это очень и очень не хватает с вами был чердак норбу увидимся в следующих сериях все всем пока пока